Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Сегодня у нас мукбанг с креветками. Отварила королевские креветки, мои любимые. Отварила слишком много, еле уместила здесь. Еще несколько штук съела за кадром. Также у нас здесь пельмешки. Рецепт я вам обязательно оставлю. Я немножко еще сюда добавила этот, как называется, куркуму. Поэтому они получились такого странного цвета. Переборщила немножко с куркумой. Очень вкусно! Я люблю долго варить пельмени. Чтобы мясо хорошенько проварилось. Но не со всеми пельменями это получается. Магазины вообще очень быстро разваливаются. Поэтому я всегда готовлю по маминому рецепту один оливок упал. Под этим видео комментарии будут закрыты. Могу объяснить почему. Честно, я была немножко в шоке от комментариев под прошлым мукбангом. Одна пишет мне в комментариях. Хотя бы надела бы черный платок. Как тебе не стыдно? Не прошло 40 дней, и ты уже снимаешь мукбанги. Ну, во-первых, если бы я надела платок, другая часть моей аудитории написала бы, что это за каламбур. Что это за покажу-зушничество. Либо вообще не снимай видео и держи траур. Либо снимай, как обычно. Другая пишет. Деньги дороже всего на свете. Во-первых, с YouTube сейчас мы получаем не такие огромные суммы, как раньше, например. Но в любом случае, это мой канал, в который я вкладываю силы, время, деньги на протяжении уже трех лет. Есть такая штука, как активность. То есть я просто пропаду с канала где-то на месяц, мои видео просто перестанут выходить в рекомендации. Был один украинский блогер, Аня ее свалил, не помню, как канал он назывался. Вот он тоже пропадал. И на миллионном канале просто видео начали набирать по 20 тысяч. Но это ладно. Это все фигня. Дело просто в том, что людям не угодишь. Когда блогер сидит с телефоном, плачет и снимает истории, показывает всю свою боль, люди начинают писать, а на это ради хайпа. Как в такой момент человек может вспомнить про телефон? Зачем плакать на камеру? Как же это мерзко? И так далее. Я же читала подобные комментарии у других блогеров. Девять дней на моем канале не было видео, не было истории. Вчера у меня было много историй. Я не понимаю, почему я в каждой истории должна плакать, показывать вам свою боль. У меня на самом деле, знаете, как это все проходит? Вот я шла со спортзала и увидела пожилую бабушку на улице. Вспомнила свою бабушку и резко на меня нахлынули эмоции, я начала плакать. Но в этот же день я могу и шутить, и улыбаться. и так далее. Когда блогер выходит и говорит о том, что вы знаете, я рассталась со своим парнем. И все в комментариях пишут хайп, сто процентов. Там, не знаю, не сговорились. Это придумано все. Человек вообще ничего не говорит про расставание. Как ты смеешь? Ты не уважаешь нас. Почему ты не говоришь? Так все-таки ты рассталась или нет? Все так сложно ответить. То есть реально, сколько людей, столько и мнений. И чтобы у меня просто не болела голова, я просто решила закрыть комментарий хотя бы на некоторый период. Не читайте это все в моей жизни. И так, и так, сейчас не самый простой, так скажем, период, не самые лучшие моменты в моей жизни. Поэтому лишний стресс, лишняя вот эта головная морока мне сейчас, честно, ни к чему. Есть люди, которые замыкаются в себе, когда у них происходит горе. доводят себя до психушки. Я считаю, что это неправильно. наоборот, нужно себя отвлекать в таких вещах. Нужно заниматься чем-то. Даже, знаете, мне кажется, надо больше видео снимать, больше времени проводить не просто так, смотря в потолок, например, думая о чем-то грустном, а наоборот. А наоборот. Такие креветки вкусные. Особенно, когда макаешь в соевый соус, это получается вообще нечто. Я взяла в магазине самые крупные креветки. Они казались реально огромными. Но после того, как я их сварила, они вот такие стали. Супер малюсенькие. Очень сильно подорожали креветки. Так вот, убедительная просьба вас не писать мне какие-то гадости в инстаграме. Мы с вами разные. И поверьте мне, если бы я делала так, как хотите вы, все равно бы нашлись люди, которые меня бы осуждали. Одна пишет, стрелки до ушей. Сделала бы легкий макияж. Все-таки у тебя умерла бабушка. Если я сделаю короткие стрелки, это как-то сможет вернуть мою бабушку, к примеру? Нет, конечно. В чем тогда смысл, господи? Платок надень, еще что-то. По мне кажется, это будет смотреться очень как-то, не знаю, наиграно, что ли. Я считаю, что в таких вещах человек, который мне может указывать, это мой отец. Потому что больше всего больно в этой ситуации ему. Потому что это его мама. Правильно. Если мой папа мне скажет, что сделай вот так, вот так, мне так хочется, я сделаю. на посторонние люди, эксперты в сфере горевания. Меня раздражает, когда эти люди начинают мне указывать, как нужно правильно горевать, что я делаю что-то не так, что мне как-то все равно и так далее. Во-первых, бабушке было уже 90 лет. И хочешь, не хочешь, морально мы как бы уже были готовы к этому, что когда-нибудь она уйдет в другой мир. И она сама тоже нас всех подготавливала к этому, постоянно об этом говорила. Поэтому я лично думаю, если бабушка бы смотрела сейчас со стороны и решала бы, кому что делать, она бы просто сказала, живите дальше, радуйте жизни. Я уверена, что моя бы бабушка так сказала. А вот эти люди вокруг, ваше мнение, честно, мне не особо интересно. Просто так портите настроение людям. Другая пишет, 40 дней могла бы не снимать видео. А мне интересно, вы 40 дней, например, не идете на работу? Вам дают выходной на год? Или как это происходит? Когда я работала в строительной компании, у нас у коллеги произошло горе. Умерла сестра, совсем молодая. Она утонула. И как вы думаете, сколько времени дали нашему коллеге? Всего 3 дня. После 3 дней он как ни в чем не бывало пришел на работу. Но понятное дело, что у него не было настроения, он был изрядно подаблен. Но просто он занимал такую должность, которую никто другой не мог заменить. То есть, ему надо было быть на работе, мы как бы все понимали, что слишком рано его привели, но по-другому было просто невозможно. так что как-то так. Я понимаю, что у всех разные традиции и все дела, но не надо свой негатив поливать на меня. Конечно, не хотелось мне снимать видео в таком, знаете, некрасивом ключе, а таком негативе. В своем инстаграме даже поговорила уже на этот счет. Просто я знаю, что, увидев закрытые комментарии, те, кто не подписан на мой инстаграм, начнут писать, спрашивать о том, что почему, почему закрытые комментарии. сейчас бы роллы с креветками. Обожаю креветки. Просто это самое-самое любимое. Даже всякие пасты люблю с креветками. Но в ресторанах очень редко беру креветки. Сама купила, сама сварила и ешь. То есть я имею в виду, когда в каких-то салатах креветки и так далее, они бывают не первой свежести. Вчера так не хотела идти в спортзал. Мне еще перво она сказала, что она тоже не пойдет. Мне так неохота была. Но я все-таки пошла. И вот после того, как ты пошел в спортзал, все-таки заставил себя уже на обратном пути. Такое прям, знаете, настроение. Такой прям кайф, что ура, я себя заставила. Как я поняла, перво она уже больше не планирует ходить, потому что у нее не получается по времени. Она хочет перейти, я об этом говорила или нет, я даже не знаю. Она хочет перейти на онлайн-тренировки. Да, по-моему, я говорила в прошлом к банке об этом. Я, конечно, очень извиняюсь, что этот мукпанк получился такой негативный. Просто я должна была это высказать. Хотя миллион раз говорила, что я больше оправдываться не буду. А потом опять оправдываюсь. На этом все, мои хорошие. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте смотреть на рецепт. Я его оставлю обязательно в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.